В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков Солигорских за то, что поддерживали нас в течение всего сезона. Поблагодарить хотел бы болельщиков Злобинских за такую потрясающую атмосферу на трибунах. Это фантастика, работает в такой обстановке. Дорого, да? По сегодняшней игре, несмотря на то, что это был лучший матч наш в этой серии, в самом деле лучший, ребята играли здорово, но проиграли. Была рикошета в первом периоде и счет 0-3. Мы предопределили судьбу матча. Старались, мы сложили руки, бились до конца. Но, опять же, как только полушамок даже был у Злобина, Злобин все не забивал. Поэтому хоккейный уроженька был на их стороне сегодня однозначно. Но, как говорится, везет сильнейший. Проигрывает тренер, да? Побеждает команда. Раз проиграли, значит, я где-то не достучался, где-то кому-то не вразумил, кому-то не объяснил, кого-то не обучил. Это жизнь. По плей-оффу вообще, я считаю, что команда сражалась достойно. Сражалась и с чемпионом Беларуси достойно, и с обладателем Кубка Беларуси достойно. Провели 10 потрясающих матчей. Может быть, одна-две игры из всех были такие. Были такие. В нашем исполнении слабые, в плане физики именно. Но этому есть повод. Много сил оставили. 10 игр. Через день практически мы даже не успевали тренироваться. Плюс травмы многих игроков, плюс удаление от этих дисквалификаций. Мы ложили свой отпечаток. Многие ребята играли травмированные в этих двух сериях. Многие выходили после длительной паузы. Поэтому, в принципе, я доволен игрой своих ребят в плей-офф, так и в сезоне в целом. Жаль, но, к сожалению, в этом пятом матче дальше идет только одна команда. Поэтому хочу поздравить коллегу, хочу поздравить всю команду «Металу». Видимо, все это заслужено. Видимо, большее внимание, больше усилий прикладывается для того, чтобы команда играла в финале Кубка и в финале чемпионата. Это жизнь. Мелочей здесь нет, в этом хоккее. По-моему, я ущеркиваю еще наше ответ. Спасибо. Спасибо, Василий Петрович. Ну, наверное, стоит поблагодарить команду Солеборской. В общем-то, хоккей удался. Я считаю, что спектакль был очень достойный. У нас было преимущество. Мы все время играли в большинстве, потому что с таким болельщиком, как он нас нес сегодня и держал, в общем-то, мы имели преимущество. Уже выходя на площадку, у нас было шесть человек, у нас было пять. Поэтому лица команды, команда попросила капитана, урос выразить благодарность болельщикам за ту поддержку, которую они нам оказали. И эта поддержка, поверьте мне, она очень дорогого стоила. Когда уже игроков нет сил, мы увидели, там некоторые моменты уже простые. Но ребята работали, и этот интерес зрительский, он их подгонял на каждом сантиметре, миллиметре площадки. Конечно, я сегодня счастлив, потому что Солебен еще не был в таких, я имею в виду, не добивался таких результатов. Поэтому спасибо всем, кто поддерживал нас. Спасибо. Мы будем готовиться дальше к финалу. Спасибо. У нас одна коопера. Вопросы? Василий Петрович, по ходу регулярки с кем было проблемнее играть? С Гомелем или с Неманом? Что та команда серьезная, что это. Там есть некоторые нюансы, но я даже не могу предпочтение отдать той или другой команде. Это очень серьезные соперники. А нюансы какого рода, извините? Что ж? Нюансы какого рода? Тут же надо заглядывать в глубину игры. Допустим, у Немана много индивидуально сильных игроков, а Гомель – это такая командная, хоккей показывает очень командный такой, содержательный. Поэтому здесь что лучше, я не знаю. А Металлург? Какой? Разумеется, другого нет. Жлобинский Металлург, он играет, получается, так, как тренерский штаб рисует на макетах, ты сюда, ты сюда, ты на этом не знаю.